От телефонных жуликов и интернет-мошенников страдают люди любого возраста и социального статуса. Только вот суммы ущерба у всех разные. Аферисты умело используют технические возможности. Завуалировать свой номер под телефон официальных организаций и учреждений для них не составляет труда. Это и вводит в заблуждение тех, кто отвечает на звонки и войдется на уловки жуликов. Удастся ли потом вернуть деньги, зависит от многих факторов, но помочь может быстрая реакция потерпевшего. Я считаю, что необходимо получить в финансовую организацию выписку о движении денежных средств по своим счетам. После этого, если были входящие звонки на мобильный телефон, взять детализацию своих переговоров в день, когда были звонки. И после этого обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением по факту совершения преступления. Правоохранители напоминают, чтобы проверить мошенников, нельзя перезванивать на их номера. Не стоит также сообщать данные своей карты другим людям, в том числе банковским служащим. А на сомнительные звонки лучше и вовсе не отвечать. Если вы уже попали в неприятную ситуацию, необходимо позвонить по номерам телефона доверия на горячую линию правоохранителей или банковского учреждения и проверить информацию. А для перестраховки заблокировать карту. Если у банка возникают какие-либо вопросы к своему клиенту, то, как правило, эти вопросы дублируются по разным каналам. Эти вопросы возможны и через личный кабинет. Ну и, соответственно, как правило, сейчас банки не пользуются обзвоном клиентов с точки зрения выявления персональных данных. Это табу. Это категорически запрещено в банках. Многие мошенники хорошо разбираются в психологии. Они умело давят на гражданскую ответственность и социальную позицию жертвы, говорят эксперты. Проблема в том, что это как с зарядкой. То есть все знают, что хорошо делать зарядку, но не делают. Все знают, что хорошо там правильно питаться, не курить, не пить. И в целом знание не означает, что человек будет соблюдать эти правила. И тут как раз проблема в том, что мошенники с помощью интернета, с помощью телефона, они бьют по эмоциям. Они у человека отключают рациональное мышление, и человек начинает совершать те действия, которые он в обычном состоянии никогда бы не совершил. Жулики давно освоили многоходовки, на каждом этапе которых задействованы разные люди. И расследовать киберпреступления становится все сложнее. Поэтому следует всегда быть на чеку и проверять тщательно любую информацию, чтобы не лишиться своих средств. Мэрил Чан, Николай Сидоров, События.